В Красавинском ПНИ на постоянной основе проживает около 320 человек. И сделать так, чтобы подопечные проживали в комфортных условиях – основная задача руководства интерната. Одна из потребностей – духовная – уже успешно решена. Храм в честь новомучеников Сергея Рохлецова и Никифора Югова был заложен на территории ПНИ в 2018 году. Своим появлением он обязан десяткам неравнодушных жертвователей, организаций, жителей Великоустюгского района. В его строительстве активно участвовали сами подопечные ПНИ. Строили с учетом всех категорий граждан и с условием. Двери должны быть открыты для всех. Храм уникален. Уникален в том, что он предназначен для людей с ограниченными возможностями. Вот вы видите, да, а сзади меня это пандус для того, чтобы беспроблемно и беспрепятственно мог проехать человек на колясочке. В храме вы видели, что около каждой иконки поручни. Для чего? Для того, чтобы было бы удобно стоять, потому что даже независимо от того, вот мы наблюдаем это на службах, даже если они приезжаются на коляске, они пытаются встать. В храме идут регулярные службы. Его посещают не только жители интерната, но и красавинцы, и даже гости из соседней области. Вход в храм открыт абсолютно для всех. В этом году вокруг церкви выкладывается площадка из брусчатки. Чтобы подойти, можно было со всех сторон. За храмом перед посетителями открывается вид на необычную территорию, которой до пандемии коронавируса не было. В 2020 году подопечные и сотрудники интерната очистили площадку за храмом, чтобы превратить ее в самый необычный сад в окрестностях Красавина. Акция у нас была внутри учреждения, все сотрудники откликнулись и передали в дар саженцы. Потом присоединились жители города Красавина, района, ну и даже областные, скажем так, лица высокопоставленные тоже подарили в дар саженцы. Вы тоже можете присоединиться к акции и подарить свой саженец в дар. Пришедшие на территорию интерната в этом году могут обнаружить саженцы таких посетителей, как Александр Кузьмин, начальника главного управления МЧС региона Василия Балчугова и многие другие. Благодаря тщательному уходу за растениями многие яблони уже начали плодородить. Всего через два года после посадки. На территории сада высажено более ста деревьев и они с каждым месяцем прибавляются. Большинство объектов, находящихся на территории интерната, делаются руками подопечных. Это и уход за контактным огородом и садом. Площадка для отдыха также сделана постояльцами заведения. Среди них очень много талантливых и трудолюбивых людей. Не без их участия преображается и находящаяся на территории интерната водолечебница. Например, массажный кабинет отдекорирован и отремонтирован местными работягами и художниками. Водолечебницей в ПНИ очень гордятся. Здесь имеются лечебные душевые, гидромассаж и массажные кресла, а также спелеокамера. Ее стены облицованы соляными горными породами, из-за чего воздух здесь насыщен целебными парами. Показания к этой пещере – это хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, общая усталость, депрессия. Эффекты от этой спелеокамеры – то же самое, что вы находитесь либо высоко в горах, либо у моря, либо где-то в натуральных пещерах. Как признаются сотрудники, стимулом к преображению интерната стала пандемия коронавируса. Два года и персоналы подопечные жили в режиме обсервации совместными усилиями, за это время украсили и облагородили территорию и продолжают этим заниматься и сегодня. Степан Кришановский, Антон Карев, Телеканал «Русский Север». Продолжение следует...